всем доброго времени суток на связи с вами как всегда злата метлушка со мной уход за растениями это очень просто поэтому не забывайте подписываться а сегодня мы поговорим с вами о фитильном поливе фиалок мы разберем все основные важные моменты чтобы ваш фитильный полив заработал ведь для нас самое важное чтобы он работал да а не просто так сделать механически просто собрать конструкцию обязательно досмотрите видео до конца потому что будут такие маленькие маленькие нюансы которые на самом деле очень важны которые если вы не сделаете то фитильный полив у вас просто не будет работать поэтому смотрите внимательно данное видео чтобы фитильный полив работал нужно во первых его применять только в теплом помещении в холодном помещении соответственно мы фитильный полив не применяем следующий момент на фитильный полив мы ставим фиалки при этом обязательно очень важно правильно подобрать грунт это основное что основополагающий момент фитильного полива очень важно для фитильного полива правильно подготовить грунт и правильная технология посадки растений значит что нам потребуется для фитильного полива во первых для 5 для фитильного полива нам потребуется обязательно шнур вот такой вот синтетический я использую шнур я использую достаточно прочный хороший материал почему это тоже в целях экономии я могу использовать данный вот шнур несколько раз то есть он прекрасно стирается достаточно прочный не гниет и поэтому они у меня многоразовые такие вот фитили значит длину вы определяете самостоятельно зависимости от объема горшка и того сосудов которые вы будете ставить фиалку где будет располагаться фитиль значит кроме фитиля нам потребуется еще сама фиалка и горшок горшок должен быть небольшим при фитильном поливе обычный фиалочный горшок я буду пересаживать фиалку в этот же самый горшок я обычно пересаживаю фиалки не увеличивая горшок но мы эту красавицу поставим сразу же на фитильный полив будем пересаживать и сразу поставим на фитильный полив и кроме этого нам понравится понадобится вот такое вот вот такой вот сосуд я бы сказала да вы подбираете по размеру исходя из размера горшка который мы вот так вот свободно можем погрузить горшок с растением и у нас здесь будет оставаться еще место для того чтобы нормально у нас вода входила на я сейчас все буду рассказывать и по мере того как я буду делать я вам все подробненько сейчас расскажу итак готовим сначала само растение посадки его аккуратно вытаскиваем из горшка если он у вас было в горшке если это у вас молодое растение и детка была стартер вы пересаживаете уже который образовался значит подготавливаем растение убираем лишний старый грунт потому что он нам не понадобится нам нужен новый отличающийся по составу грунт таким образом и горшочек я тот же самый оставляю мне к сожалению грязновато получилось связи с тем что земля влажная ну так вот так вот случилось значит оставляем совсем не надо убирать землю оставляем немножко иначе будет очень сложно укорениться заново фиалки старый грунт мы выбрасываем полностью никуда мы его не используем пары ну полностью выбрасываем и так что значит дальше дальше мы берем грунт значит сейчас я расскажу о грунте грунт это верховой торф очень легкий грунт очень важен для фитильного полива он должен быть максимально максимально легким и не слеживаться что я добавляю обычно просто берут верховой торф с перлитом но я добавляю чуть-чуть песка почему чуть-чуть песка то есть он немножко делает он не стоит комом грунт он немножко как бы более такой рыхлый становится с добавлением песка буквально немного я добавляю песок который продается в специализированных магазинах не подойдет ни в коем случае песок из песочницы только специальный речной песок предназначены для этого и значит грунт должен быть легкий очень легкий практически воздушным нам необходимо обеспечить максимальную максимальную воду воздухопроницаемость грунта чтобы грунт был именно влажным при фитильном поливе но ни в коем случае не мокрым поскольку фиалка не любит застой влаги и у это очень губительно для растению поэтому мы добавляем туда еще достаточно много перлита видите да вот вот таким образом мы добавляем перлит то есть вот такая вот консистенция где-то должна быть грунта вот видите практически перлин перлит это нейтральный такой минерал который никаким образом на почву не воздействует не окисляет и и поэтому в данном случае он максимально такой универсальный материал для использования дальше значит мы грунт с вами приготовили значит я еще раз говорю там верховой торф верховой торф песок и перлит очень достаточное количество перлита то есть вот вот таким вот образом он у вас грунт должен выглядеть практически вот так вот так дальше что мы делаем дальше мы устанавливаем фитиль фитиль таким образом вот заводим горшок сейчас секундочку так значит завели фитиль в горшок дальше что я делаю на дно я немножко добавляю все-таки пенопласта маленькие крошечки пенопласта которые тоже дополнительный внизу воздухообмен добавляют чтобы внизу вода не застаивалась чтобы она тоже вентиляция была достаточно хорошая буквально в один слой я делаю он немножко все равно перемешается у нас с грунтом поэтому как бы будет совершенно незаметен но свою функцию будет достаточно хорошо выполнять поэтому я вот чуть-чуть буквально пенопласта туда вот хорошо вот такими вот маленькими кусочками то есть они у меня слоем одним слоем будут на дне горшка вот таким вот образом мы сделали вот вполне достаточно значит мы немножко насыпаем слой грунта насыпаем слой грунта чуть-чуть его разравниваем таким образом и укладываем сверху фитиль сверху фитиль вот таким вот образом укладываем лучше по длиньше чтобы был фитиль чтобы тут его немножко как бы изогнуть дополнительный объем фитиля он тоже хорошо длиннее то есть мы его достаточно хорошо в горшок можем уложить также еще сверху засыпаем можно даже его чуть-чуть какую-то часть фитиля можно даже чуть-чуть вытащить сюда ближе очень засыпаем смотрим каким образом у нас помещается фиалка тут вот этот вот лишний листья убираю делаете убираете лишние листья и как пересадки мы и садим дальше аккуратно добавляем грунт растение мы туда не утрамбовываем делаем так чтобы она у нас просто не падала и очень важный момент прям супер важный при фитильном поливе грунт не утрамбовывается нам главное чтобы растение у нас просто не заваливалась если она у вас будет заваливаться вы его можете просто прикрепить закрепить палочка потому что потом когда она а все корнями когда растение все корнями займет она уже просто само по себе падать не будет вот таким образом мы заполняем аккуратно оставшееся пространство которое у нас если у вас потом немножко грунт осядет сам по себе естественным образом уплотнится вы немножко грунта досыпите чтобы совсем фиалка голая не было такое может быть что грунт немножко уплотняется потом естественным образом дальше вот таким вот образом у нас с вами получилось ну в принципе она не падает слишком много я пока не буду грунта класть я потом если что его добавлю достаточно вполне сейчас вот фиалки столько грунта чуть-чуть заглубила чуть-чуть вот так вот немножко вытащу вот таким вот образом мы ее посадили фиалочку значит вот она у нас немножко грязный конечно горшок получился вот таким вот образом она у нас сейчас мы помещаем вот этот фитиль в этот вот по размерчику сосуд значит дальше что очень важно в принципе как вы видите это очень просто и очень быстро на самом деле весь вся как бы основной секрет это состав грунта это рыхлый грунт достаточно воздухопроницаемый с максимальным количеством добавок которые это этому содействует и так значит вот мы фиалку поставили на фитильный полив дальше очень важный момент вы должны понимать что сразу фитильный полив не будет работать почему потому что корни растений у нас еще до фитиля не доросли то есть вы видели насколько маленькие корни растений только после того как корни фиалки до растут до фитиля значит фитиль будет полноценно у нас работать что я делаю я жду когда фиалка укоренится то есть я сразу же на фитиль не ставлю то есть воду не заливаю вот сюда вот да я поливаю фиалку как обычно через верх и жду в течение определенного времени в течение трех недель или месяца когда фиалка у меня укоренится и только после этого я проверяю как у меня работает фитиль обязательно нужно убедиться в том что фитиль не работает как вы в этом убедитесь да то есть ялки тоже нужно понимать сразу же откуда и брать воду если вы и сверху поливали и тоже нужно привыкнуть к тому что вода будет поступать именно снизу вы наливаете воду в стакан который стакан где у вас расположен фитиль значит и смотрите каким образом у вас увлажняется грунт уходит ли вода то есть если вы увидели что фитиль работает что вода уходит значит ура все у нас замечательно получилось и фиалочка ваша теперь в очень хорошей ситуации находится то есть ее сейчас можно реже поливать даже если у вас пусть немного небольшое количество фиалок на самом деле фитильный полив это очень удобно когда вы например что-то забыли что-то вот не досмотрели что вам надо срочно куда-то уехать на несколько дней то фитильный полив вас всегда спасет вот этим он очень хорош очень рада вас всегда видеть на своем канале обязательно подписывайтесь будет еще много интересной и полезной информации и до новых интересных встреч